Доброе утро! Рад вас всех приветствовать на нашем вебинаре, а также собственно анонсировать серию научно-технических вебинаров, которые в ближайшее время планируют провести наш научно-образовательный центр аналитика и высокие технологии. Если по ходу вебинара будут вопросы, пишите пожалуйста в общий чат, часть из них, если мы успеем, сможем рассмотреть. Если нет, я вам объясню дальше, как эти вопросы задать. Тема, которую мы с вами сегодня разберем, имеет прямое отношение к чистым помещениям, а соответственно и всем процессам, которые так или иначе связаны с работой в зоне требующих особого контроля чистоты. Итак, барьеры в чистых помещениях, зона мойки и стерилизации. Краткое содержание сегодняшнего вебинара, о чем сегодня у нас пойдет речь. Мы с вами рассмотрим основные понятия, такие как барьерные технологии и барьерное оборудование. Отдельно рассмотрим понятия мойки и стерилизации, особенности этих процессов, разновидности барьерного оборудования, их технологические особенности, ключевые моменты при выборе. А моментов скажу вам немало, на что стоит обратить отдельное внимание, какие вещи стоит для себя уяснить. Требования, предъявляемые к барьерному оборудованию и примеры использования барьерного оборудования в чистых помещениях. Так, поехали. Всегда, когда класс чистоты помещений отличается от соседней зоны, мы с вами сталкиваемся с понятием барьер, то есть это физическое, воздушное, технологическое и инженерное ограждение для обеспечения требуемого уровня чистоты помещения. Фактически всегда в барьерных технологиях мы имеем дело с высокотехнологичным оборудованием, которое создает специальные условия, препятствующие бесконтрольному проникновению персонала или материала в чистую зону, а соответственно гарантирующее сохранение требуемого класса чистоты. Это и есть понятие барьерное оборудование. Зона мойки и стерилизации. Процесс мойки это так называемый предстерилизационный этап. Это процесс удаления загрязнений и потенциальных источников заражения и контаминации. Процесс стерилизации же куда гораздо сложнее и ответственнее. Это процесс уничтожения всех видов организмов в принципе. Будь то бактерии, споры, грибы, вирусы, прионы и так далее и так далее. Что важно отсюда уловить? Что стерилизация не может проводиться без предварительной мойки. Факторы влияющие на процесс и качество мойки. Пожалуй я начну с качества воды. Большое значение для качества процессов мойки и стерилизации имеет качество исходной воды. Жесткая вода оставляет осадок солей на изделиях и частях оборудования, что приводит к выходу его из строя. Повышенное же содержание железа может вызывать коррозию. В общем идеальной водой для мойки и производства пара является вода дистиллированная. Сейчас же наряду с широко распространенными дистиллиаторами все чаще используются системы, основанные на использовании обратного осмоса. Конечно они дороже, но зато получаемая с их помощью вода по своим качественным показателям не уступает, а порой даже и лучше дистиллированной и соответственно подходит как для мойки, так и для стерилизации пара. Отдельно же для мойки зачастую используются так называемые умягчители воды. Это специальные блоки или колонки с ионнообменными солями или смолами, которые меняют ионы кальция, магния, железа, фактически то, что у нас с вами вызывает накипь или возможность возникновения коррозии, на ионы таких металлов, как например натрий и калий. Помимо воды на качество мойки безусловно влияет тип, количество материалов, подлежащих к мойке, предварительная обработка материала, цикл мойки, а именно время контакта и температуры и использование детергенда. Разновидности моечного оборудования. Автоматическая обработка инструментов сводит к минимуму ошибки и позволяет провести процесс мойки в полном соответствии с современными требованиями к его качеству. В общем-то, моечно-дезинфекционные машины это аналоги бытовых посудомоечных машин, только они более сложнее. В них используются более сложные, более современные насадки для качественного промывания посуды или же хирургического инструмента. Некоторые модели оборудованы воздушной сушкой. Собственно, про воздушную сушку это отдельная тема. Моечные машины, оборудованные воздушной сушкой, они безусловно удорожают сам автомат. Но тогда возникает вопрос. У нас с вами мойка производится зачастую при температуре порядка 85-90 градусов. Извлекаемая из моечной машины посуда нагрета. Соответственно, посуда высыхает сама буквально за 2-3 минуты и необходимость воздушной сушки в принципе отпадает. Существуют различные моечные машины разных размеров и, соответственно, производительности. Вот здесь вот, к примеру, большие туннельные проходные моечные машины, как мы видим с вами на картинке слева внизу. Справа большая моечная машина для мойки стеллажей и крупного инструментария. Слева сверху стационарные моечные машины для мойки лабораторной посуды или мойки, предположим, оборудования для вивария. Так, продолжим. Сейчас я параллельно мониторю, как переключается слайд. У меня переключился. Барьерные технологии и барьерное оборудование. Барьерное оборудование можно классифицировать в принципе различными способами. Я же привожу следующую классификацию, какие бывают разновидности. Ну, начнем, как говорится, от мала до велика. Неактивное. То есть не происходит обработки воздуха, не происходит обработки материала. Такой тип оборудования используется в лабораториях, не требующих соблюдения какого-то высокого класса частоты. Это могут быть классические передаточные окна. Активное. С использованием ультрафиолета или очистки воздуха через HEPA-фильтры. Сюда мы можем отнести, соответственно, передаточные окна или шлюзы с ультрафиолетом и, опять же, обдувом воздуха. Низкостемпературная стерилизация. Это может быть стерилизация формальдегидом, этиленоксидом, перекисью водорода, озон и другие методы. Для чего они используются и какие методы бывают, рассмотрим далее в следующих слайдах. И высокотемпературная стерилизация. Это, соответственно, сухожировые шкафы и паровые стерилизаторы. Рассмотрим в целом зону мойки и стерилизации. Первостепенная цель зоны мойки и стерилизации – это, конечно, обеспечивать чистоту и стерильность всех материалов, поступающих в чистую зону. В зависимости от размера чистой зоны и исследовательского центра в целом, зона мойки и стерилизации не имеет некого стандартного размера. В среднем она варьируется от 10 до порядка 50% от площади рабочей зоны. Казалось бы, для чего так много места? Во-первых, лабораторий может быть много. Зона мойки и стерилизации чаще всего одна. И в ней должно быть учтено место для установки оборудования. А у нас с вами оборудование – это достаточно большие моечные машины, проходные воздушные шлюзы, передаточные окна, паровые стерилизаторы и так далее, и так далее. Размещение вспомогательного оборудования. Что подразумевается под вспомогательным оборудованием? Это могут быть различные моечные ванны, погруженные ванны, различные столы, стеллажи для хранения материалов и так далее, и так далее. Должно быть учтено место для перемещения загруженных и разгруженных тележек с материалами. И, конечно, место для свободного перемещения персонала, помимо всего того, что у нас уже упомянуто выше. Ну, безусловно, нужно учитывать на будущее возможное увеличение лаборатории или чистой зоны. Так, основные понятия и особенности. Понятия. В зарубежной литературе вы можете встретить различные переводы передаточных или проходных шлюзов. Это может быть как Security Airlock Systems, Pathful Cabinet, Pathbox, Hatch и другие. Используются они как барьер между двумя зонами с различными давлением и разным классом чистоты. Тип исполнения, опять же, от мала до велика, это может быть небольшое передаточное окно, либо же проходной шлюз для прохода персонала или же провоза материала. Используется для очистки обдува воздуха, обдува пыли. И невозможно, важный фактор, невозможно одновременное открытие двух и более дверей. Еще один момент. В качестве дополнительной защиты рекомендуется герметичное исполнение. Отсюда возникает вопрос, а как так? Разве бывает не герметичное исполнение передаточных окон или проходных шлюзов? Сразу скажу вам, да. Бывают. И более того, зачастую производители предлагают именно не герметичное исполнение подобного исполнения барьеров, подразумевая, что у вас уже предусмотрена различная разница в давлении между помещениями. То есть, по сути, герметичное исполнение и не обязательно. Но есть одно но. Если мы работаем в лабораториях, которые имеют определенный уровень биологической опасности, то герметичное исполнение, конечно же, все-таки рекомендую ему. Итак, в итоге мы имеем три варианта исполнения передаточного шлюза для материала. Соответственно, это только для передачи предметов без дополнительной обработки. С использованием ультрафиолетовой лампы, в этом случае материал некоторое время находится в передаточном шлюзе несколько минут, или же со встроенной хепофильтрацией. А также с использованием дезинфицирующих средств, так называемая холодная стерилизация, чаще перекись водорода, это могут быть пары перекиси водорода или же распрыскивания. В медицине используется этиленоксид, и все чаще начинает использоваться формальдегид. Отдельно про ультрафиолетовую дезинфекцию. Когда мы помещаем предмет в передаточное окно, включаем ультрафиолет, важно понимать, что дезинфицируем мы не сам предмет, дезинфицируем мы воздух, который находится в этом передаточном окне. Соответственно, предметы, которые перемещаются через передаточное окно и которые не могут быть простерилизованы при высокой температуре, они должны быть продезинфицированы, обычно это делается вручную, различными детергентами. Итак, входя в воздушный шлюз, после закрытия двери включается автоматический обдув. соответственно, во время обдува человек несколько раз поворачивается вокруг своей оси, подняв руки вверх. После окончания обдува, обычно он длится порядка 12-15 секунд, человек покидает воздушный шлюз. Выходя из чистого помещения, автоматический обдув не включается, человек просто, закрывая дверь из чистого помещения, человек просто свободно выходит в другую дверь. Важный момент, то, про что я, в принципе, уже упоминал, это замок, который не позволяет одновременно открыть две двери сразу. Соответственно, когда человек находится в воздушном шлюзе, ни снаружи, ни внутри, ни снаружи, ни изнутри, дверь открыть нельзя. Когда же одна из дверей открыта, так же вторую дверь не из чистого помещения, не из грязной зоны, так же открыть нельзя. Короткое видео. А теперь нужен от вас фидбэк. Подскажите, пожалуйста, воспроизвелось ли видео. У меня оно на одном ноутбуке воспроизвелось хорошо, а на втором... Так. Отлично. Вижу. Вижу, что видео воспроизвелось. Продолжаем. Спасибо за обратную связь. Это очень важно. Итак, низкотемпературные методы стерилизации. Начнем с газовой стерилизации. Оки сетилена. Стерилизация проводится при температуре порядка 42-55 градусов Цельсия. Длительность до 90 минут. Соответственно, вы видите, это весьма длительный процесс стерилизации. Результат практического использования показывает значительное превосходство теленоксидного метода стерилизации над альтернативными в универсальности, экономичности и, в принципе, в ремонтной пригонности. Применение теленоксидной стерилизации позволяет обеспечить стерилизацию термологических материалов, что, в принципе, очень важно при низкотемпературной стерилизации. Стерилизация термолобильных изделий формальдегидом стоит на втором месте в настоящее время после этиленоксида по популярности и оптимальный диапазон температуры варьируется от 60 до 80 градусов. Но, здесь есть одно но, не все изделия, стерилизуемые этиленоксидом, можно стерилизовать формальдегидом. Исключение составляют различные оптические инструменты, имплантируемые изделия, эндоскопическая аппаратура. Так называемая плазменная стерилизация, она сейчас все больше и больше набирает популярность, все больше и больше набирает обороты. Это метод двояки. Действующим началом плазменной стерилизации являются пары перекиси водорода, представляющие собой продукты распада, это различные гидроксильные группы. В настоящее время находится на стадии становления, собственно, как я и упомянул, и возможно со временем получит определенное распространение. Однако пероксид водорода не обладает таким проникающими способностями, как тот же самый, например, этиленоксид, но имеет большое преимущество. Я думаю, вы уже догадались, это то, что распадаясь пероксид водорода, образует лишь воду и кислород. Соответственно, безопасно для пользователя и окружающей среды, не оказывает никакого вредного воздействия. Другие методы низкотемпературной стерилизации, такие как озонирование и радиационное излучение используются крайне-крайне редко, особенно радиационное излучение, оно используется в большей степени все-таки в промышленности. И, собственно, начинается самое интересное. Стерилизация паровая. Угу. Стерилизация паровая. Как вы понимаете, не для всех материалов будет достаточно лишь ультрафиолетовая или низкотемпературная стерилизация. Соответственно, перейдем к следующему барьеру. Одному из самых существенных и ключевых, наиболее часто используемых в наше время, это паровая стерилизация или автоклав, как его часто называют. Хочу оговориться. Паровые стерилизаторы, собственно, как я уже упомянул, часто их называют автоклавами. Понятие автоклав не совсем правильно. Если вы откроете словарь, ну или ту же самую википедию, вы увидите определение, что автоклав – это наглухо закрываемый сосуд для нагревания под давлением выше атмосферного при высокой температуре, употребляемый для осуществления различных физико-химических процессов. И все. Ни о каком водяном паре и речи нет. Собственно, автоклавы применяются, непотрясно, автоклавы без водяного пара, да, они применяются, например, в химической, лакокрасочной, резинотехнической промышленности. Мы же будем вести с вами речь о стерилизации изделий с помощью насыщенного водяного пара. Поэтому правильнее говорить о паровых стерилизаторах. Как мы с вами уже уяснили, основная задача стерилизации – это уничтожение всей микробиологической жизни и гарантия стерильности. Такое понятие, как уровень обеспечения стерильности или Sterility Assurance Level 10-6 степень. Что это означает? Это означает, что после проведения паровой стерилизации из миллиона потенциальных бактерий выживает лишь одна. Также немаловажным фактором является то, что мы можем проверить работоспособность этого метода проведением валидации. Итак, продолжим. Преимущества паровой стерилизации. Для начала поясню. Преимущества перед чем? Пред мойкой? Нет. Мы с вами уяснили, что процесс мойки является отдельной и неотъемлемой в предшествующей стадии обработки поверхности. Преимущества перед использованием других методов. В первую очередь, паровую стерилизацию мы можем применять, работая с пористыми материалами. Почему? Паровые стерилизаторы, особенно стерилизаторы класса B, они оснащены специальным насосом для выкачивания воздуха. Нам что важно? Нам важно выкачать воздух из пор, чтобы в дальнейшем запустить туда нагретый насыщенный водяной пар и чтобы прошел сам процесс стерилизации. Высокое микробиологическое воздействие в более короткий период времени. Обратите внимание, здесь такой условный график зависимости температуры от времени и стерильно и не стерильно. Соответственно, стерилизация при 134 градусах в среднем проходит 5 минут. Соответственно, за 5 минут происходит убивка всего живого. Я не говорю, что это время это как панацея, обязательное правило. Нет. Существуют стандарты, в том числе в разных странах эти стандарты отличаются друг от друга, что стерилизация различных материалов в различных лабораториях, в различных медицинских центрах, там при работе с туберкулезом или другими, проводится разное время. Например, у нас в России стерилизацию туберкулеза проводят при температуре 134 градуса порядка 30 минут. Для чего? Это для перестраховки, безусловно. И 121 градус. В среднем сами стерилизаторы настроены на режим 15 минут работы. Преимущества существенны. Перед этиленоксидной или формальдегидной стерилизацией, где стерилизация проходит от часа до полутора, а периодически бывает и больше. А также перед стерилизацией перекись у водорода, что в принципе с ним сравнивать нельзя, потому что никакой проникающей способности, как мы с вами уяснили, у перекиси водорода нет. Преимущества налицо. При выборе стерилизатора что необходимо учесть? Ну, в первую очередь это, конечно же, тип используемых материалов. Тип лаборатории, в которой вы работаете. Специальная, а именно специальная конструкция для лабораторий класса 3 и 4, уровня BSL 3 и 4. Помните, я вам говорил про герметичное и негерметичное исполнение, про проходные воздушные шлюзы. Здесь то же самое. Не все проходные автоклавы, далеко не все проходные автоклавы оснащены такой опцией, как герметичное исполнение. Она требуется, конечно же, когда у нас с вами очень высокий класс частоты требуется, либо опять же уровень BSL 3 и BSL 4. Опять же нужно учесть размеры и количество стерилизуемых материалов. Будут ли стерилизоваться стеллажи? То есть для стерилизации стеллажей используются уже паровые стерилизаторы гораздо большего объема. Это могут быть там 6000 литров. Отсутствует, есть или нет подключение к паровой сети. Я сталкивался лично с тем, что пользователь из лаборатории заказывает право автоклав, стерилизатор. Автоклав дорогой просят удешевить. Удешевить, удешевить. Можно ли сделать дешевле? Ну, отвечают. Да, конечно, можно. Скидывают цену порядка на 30%. Отлично. Дешевле можно? Можно. Все. Они уберут от себя паровой стерилизатор, устанавливают и понимают, что он должен подключаться к паровой сети. А в лаборатории нет паровой сети. И достаточно редко у нас в исследовательских центрах, у нас в России, в странах СНГ встречаются лаборатории с подключаемой к паровой сетью. Соответственно, важный момент при выборе парового стерилизатора – это наличие парогенератора. Там необходимо предусмотреть наличие других методов стерилизации или дезинфекции, ну и различные дополнительные требования. Рассмотрим с вами особенности процессов, особенности процесса проведения паровой стерилизации. Паровые стерилизаторы имеют различные исполнения. Исполнение для стерилизации только твердых предметов, твердых и пористых предметов. Для стерилизации открытых жидкостей и для стерилизации закрытых жидкостей, герметичных жидкостей. На данном графике приведен пример стерилизации твердых и пористых предметов. Соответственно, слева у нас график, так скажем, виртуальный – это график идеального процесса. Справа график уже реального процесса. Мы с вами видим, что перед непосредственно самой фазой стерилизации у нас есть такие некие прыжки в давлении. Соответственно, воздух закачивается, выкачивается, закачивается, выкачивается. Для чего это нужно? Это используется в стерилизаторах класса B с предвакуумом. Однако создать предварительный вакуум и при этом выкачать воздух даже из пор – это сложно сделать единоразово. То есть нужен будет насос колоссальной мощности, чтобы высасывать воздух из камеры и высасывать воздух из всех пор. Для этого используется пошаговое, скажем так, высасывание воздуха. Воздух высасывается, 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 высасывается по чуть-чуть. Этим самым поры не успевают насытиться обратно воздухом и каждый раз в них создается вакуум. Далее поднимается температура, поднимается давление и уже в течение 5-15-30 минут проходит непосредственно сам процесс стерилизатора. Мы это можем видеть сами на этом плато. Соответственно, камера заполняется насыщенным паром и проникает во все поры. Это и означает высокая проникающая способность пара и парового стерилизатора. Следующий же метод – стерилизация открытых жидкостей. В чем здесь отличие? Открытые жидкости, когда вы, предположим, стерилизуете какие-то чашки с средой в открытом состоянии, у вас нет необходимости выкачивать оттуда воздух поэтапно, потому что там, по сути-то, и нет пор. Поэтому воздух выкачивается оттуда единоразово, а дальше точно также подается насыщенный пар, поднимается давление, поднимается температура, мы выходим на плато, осуществляя сам процесс стерилизации. Также, по сравнению с стерилизацией твердых и пористых материалов, последняя стадия – стадия сброса давления, здесь они отличаются друг от друга. Последняя стадия – стадия сброса температуры и давления при стерилизации открытых жидкостей осуществляется поэтапно. Потому что, только представьте, если вы резко сбросите давление, вся жидкость, которая у вас находится непосредственно в камере, она просто улетучится, она вскипит и быстро улетучится. Поэтому сброс температуры и давления происходит по шагу, как, в принципе, мы сможем с вами здесь видеть на графике. Снижается давление, ожидается показательная температура. Давление, температура, давление, температура и так далее уже до самого окончания процесса. Так, здесь переключилась следующий слайд, подскажите мне, пожалуйста, какой слайд у вас сейчас открыт. У меня разные дублирующие ноутбуки выдают разные слайды. Хочу от вас получить какой-то фидбэк. Паровые стерилизаторы. Паровые стерилизаторы. Отлично. У вас, значит, открыта картинка паровых стерилизаторов. В принципе, наша презентация, наш вебинар близится к концу. Сейчас после этого слайда мы с вами посмотрим еще одно видео. Паровые стерилизаторы. Ну, здесь просто на картинках изображены различные паровые стерилизаторы разного объема. От мала до велика. Это порядка 500 литров до уже 1,2 тысяч литров. И сейчас мы с вами посмотрим еще одно интересное видео. Это видео исследовательского центра в Испании, в городе Биская. Это научно-исследовательский центр, сам по себе он очень большой и чистые зоны в нем используются при работе с животными. То есть, наш с вами Вивари. Как мы видим на видео, здесь у них осуществляется полный контроль воздуха, температуры, влажности. И сейчас, собственно, вместе с персоналом мы проследуем из комнаты в комнату. Так, вот мы с вами видим. Это сам план помещения, зона чистая, зона грязная. Грязная зона выделена зеленым, чистая зона выделена синим. Персонал проходит, заходит в предбоксник. Здесь интересный момент. Одевая бахилы, он переступает черту. То есть, это так называемый визуальный барьер. Он находится в грязной зоне, но тем не менее, есть визуальное разделение на условно чистую, условно грязную зону. Вивари. К нему поступил материал. Вивари. Материал это, собственно, животное. Рабочий материал. Что он делает? Сейчас эту коробку с грызунами ему нужно перенести в чистое помещение через передаточное окно с ультрафиолетовой стерилизацией. Как я вам рассказывал, ультрафиолетовая стерилизация, она не стерилизует поверхность, она производит дезинфекцию воздуха. Соответственно, человек сам произвел дезинфекцию специальным раствором и включает ультрафиолетовую лампу. Ультрафиолетовая лампа будет работать в течение нескольких минут. Тем временем, этот человек сейчас сам пройдет в чистую зону. Вот мы с вами видим здесь на картинке на видео большие проходные стерилизаторы перекисью водорода, которые равномерно распрыскивают перекись водорода по поверхности. Здесь, соответственно, важно то, как вы укладываете сам материал. Он не должен соприкасаться друг с другом, вся поверхность должна быть открыта для обработки. Проходя через сам пропускник, дополнительно производит дезинфекцию воздуха и проходит через воздушный шлюз. Какую ошибку здесь делает этот мужчина? По правилам, проходя через воздушный шлюз, нужно, как я вам уже это озвучил, несколько раз повернуться вокруг своей оси, подняв руки наверх. Что здесь, в принципе, сделано не было. Мы с вами видим, как производится обработка помещения, тестирование, так называемая ХВАК-системы, heating, ventilation, air conditioning, системы, отвечающие за температуру, влажность, чистоту в помещении, а также, вот мы с вами видим разницу в давлении, плюс-минус 20 паскалей. Зайдя в чистую зону, он принимает материал из передаточного окна. Соответственно, открыв дверку, вторая дверь открыта не может быть, дезинфицирует руки и производит замену уже самих животных. Персонал, находящийся в чистом помещении, работает в специализированной одежде. Есть соответствующие регламенты, как правильно одеваться при каждом уровне чистоты, при каждом классе чистоты, либо при наличии той или иной биологической опасности. Осуществление мониторинга. Проверка чистоты воздуха и проверка освещенности. Спасибо большое всем участникам, что присоединились к нашему вебинару. Это был наш первый вебинар, поэтому очень будет любопытно услышать от вас фидбэк по качеству связи, по качеству докладываемого материала, тормозит, не тормозит. Нам это любопытно. Подписывайтесь на наш канал на YouTube. Там будет выложена видеозапись сегодняшней презентации, а также там достаточно много интересных видео касательно научно-технологической сферы. Также заходите на наш форум для обсуждения сегодняшнего семинара. Сегодня на форуме вы можете также задать все вопросы, любые вопросы, касающиеся сегодняшнего семинара, касательно помощи в классифицировании помещений, в подборе оборудования и так далее, и так далее. Всем большое спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!